Так, есть, есть и камера, слава Богу, вот, все работает, вот, да, слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, вот, приветствую всех, снова и снова, потому что сейчас вот и камера включена уже, и эфир могу продолжать, также вот, и записывая все это для Ютуба. Хотя на Ютубе тоже выходил я сейчас в эфир, так коротенький, чтобы поздороваться с братьями и сестрами и анонсировать именно сегодняшний вечерний тоже мой прямой эфир. Сегодня в 17.00 я выхожу в прямой эфир, как и, в общем-то, каждую пятницу, субботу и воскресенье. В 17.00 по киевскому времени, по московскому это в 18.00. Поэтому будьте внимательны. Подключайтесь, друзья, дамы и господа, буду рад ответить на ваши вопросы, помолиться вместе с вами и за вас, пишите ваши молитвенные нужды. Телефон, номер прямого эфира, он, номер будет у меня здесь. Я получаю смс-сообщение, пишите ваши молитвенные нужды, пишите, вот, как бы, о чем направлении молиться, за кого, какая нужда. Чтобы мы друг друга тяготу носили, чтобы мы действительно, значит, действительно, ну, друг за друга молились, вот. Это очень важно, считаю, тем более, когда верующие разных конфессий, разных динаминаций молятся друг за друга, в этом вообще великое силище просто-напросто. Потому что сердце Христово просто тает, просто радуется от любви, от радости за нас, слава Богу. Потому что для Отца Небесного, как и для земного Отца, физического земного Отца, для каждого земного Отца нет больше радости, чем видеть детей свои, ходящих в истине. Знаете, об этом я у себя в церкви проповедовал многожды и делился на примере вот своем, как земной отец, рассказывая о своей семье. Вот, и, думаю, любой нормальный отец, он это подтвердит, действительно, или мать, любой родитель, мама или папа, без разницы. Для родителя нет больше радости, чем видеть детей свои, ходящих в истине. Дамы и господа, братья и сестры, и действительно, для нашего Небесного Отца, наипаче, для нашего Небесного Отца, тем более, для нашего Небесного Батька, для нашего Татусь, Папочка, Папа Небесный, для него нет больше радости, чем видеть детей свои, ходящих в истине. Слава Богу. Вот, и, ну, об этом тоже вечером, сейчас я уже снова буду ходить, потому что я пришел сейчас из парка Киота, здесь прогуливался, молился и прогулялся, да, приветствую, да, слава Богу, значит, и прогуливался, да, значит, до метро Лесова, там есть рынок на Лесном Дарнице, ну, как, Долинок, Долинок называется, Долинок, Долинок, значит, и там хороший есть мастер, сапожник, я ему отдал свои сапоги. В ремонт сдал, вот, так что у меня вот к новому месяцу, к новому месяцу будут новые, ну, обновленные мои сапоги, он их подремонтирует, значит, и, в общем-то, вот так вот, так что, и сейчас еще побегу, еще надо халу купить, купить сегодня она будет вина еще, вот, сок у меня вот такой, я использую чаще всего, и рекомендую, кто в Киеве, не поленитесь, сегодня поспешите до обеда, значит, или в обед, очень рекомендую, значит, если ищете какое вино на Шаббат, лучше всего виноградный сок прямо из Иерусалима, прямо из Израиля, это не на правах рекламы, мне за это не платят, просто, ну, мне очень понравилось на самом деле, виноградный сок из Израиля, в синагоге, здесь я купил в Бродского синагоге, надо еще будет купить соку, значит, и также надо будет это хало взять еще, две халы, вот, значит, ну, плетенка по-русски, так вот, обычно называется так плетенка, вот, хорошо, ну, сегодняшний эфир вечерний, напоминаю, в 17.00, в 18 по Москве, в 17 по Киеву, значит, и телефон в студии 096 96 2 66 75, еще раз повторяю, 096 96 2 66 75, если вы звоните с России, допустим, или откуда еще, или пишите мне смс, допустим, из-за границы, не с территории Украины, значит, то тогда вы не забудьте, что код Украины плюс 38 вы еще набираете, плюс 38, потом 096 96 2 66 75, и пишите мне сообщение, также, дамы и господа, напоминаю, что этот же номер, Киевстаровский номер, слава богу за Киевстар, они имеют, они дают возможность сегодня этот номер использовать как банковскую, как карточку, допустим, вы можете ложить деньги с любой точки Украины, как обычно, на мобильный телефон, на этот номер 096 96 2 66 75, вот, и через новую почту я обналичиваю их, получаю в дело божье, дело служения, если вы хотите поддерживать не только молитвами, но и финансово служение мое Господу, то, значит, можете вот с территории Украины сделать вот это все таким образом теперь, так что вас к этому призываю, и, дамы и господа, братья и сестры, значит, напоминаю, что сегодняшний эфир в 17.00 по Киеву, в 18.00 по Москве, сегодняшний эфир посвящен будет двум темам главным, ну, первая, самая, самая наиглавнейшая тема, я уже это на главном, ну, на главной своей странице это опубликовал, в общем-то, на Фейсбуке, вот, и в других социальных сетях сделал ссылочки, главной темой будет шаббат, встреча субботы в 17.00 по Киеву, будем встречать субботу, вот, именно в прямом таком эфире, вот, я буду на Скайпе как раз и со своей семьей, значит, и вот через Ютуб буду вот со всеми вами, дорогие друзья, вот, и еще, также, также, этот эфир, прямой, предстоящий сегодняшний в 17.00 по Киеву будет посвящен завершению месяца Хешван, потому что сегодня у нас 28 число месяца Хешван, 5778 года, если считать в библейском, я имею ввиду, летоисчисление, не в гражданском, в библейском летоисчисление, если в гражданском летоисчисление, то сегодня 17 ноября на дворе, 2017 год, так условно мы его именуем от Рождества Христова, потому что, условно, потому что реальное историческое Рождество Христа было, ну, на три года раньше, будем так говорить, даже чуть больше, чем три года, вот так вот, и оно было не зимой, а было осенью, но об этом я тоже рассказываю в семинарах своих и прочее, прочее, конечно, самое главное, не просто историческая дата Рождества Христа, а самое главное, это то, чтобы Христос, То, что Христос родился в сердцах людских, в наших сердцах, и рос в нас, и жил в нас, и царствовал в нас. Слава Богу. Вот об этом тоже я веду речь на семинарах, на занятиях. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, во имя Господне благоставляю. Вот, так что, вот так. Да, а воскресенье, кстати, воскресенье будет уже первое число месяца Кислев. Первое Кислева. Значит, месяц Кислев – это месяц Хануки, да? Ханука, Ханука, или Ханука. Вообще, мне очень нравится праздник обновления. В Новом Завете он называется праздником обновления, потому что, значит, евангелист Иоанн, описывая, значит, вот, Евангелие свое, описывая жизнь Христа, он описал в том числе и, значит, как раз одну из самых великолепных и просто исторических слов проповедей Мессии Машиаха Христа Иисуса на празднике Ханука. Об этом рассказывается в 10-й главе, 10-й раздел, значит, глава, значит, Евангелия Теана, 10-22. 10-й глава, 22-й стих. Написано, что была зима, и Иисус был в притворе Соломоновым, вот, и он, значит, был праздник обновления. Имеется в виду обновление храма, значит, и сегодня мы тоже живем в эпоху обновления, эпоха Хануки. Я буду говорить в воскресенье тоже об этом как раз, вот, значит, и у нас будут гости в воскресенье на служении в церкви, у нас будут епископ Кифа будет со Львова, будут еще гости, будет сюрприз, поэтому приготовьтесь к большому сюрпризу. Я вам честно говорю, это будет большой сюрприз, значит, и это будет уже в воскресенье на богослужении нашим церковным, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Вот так вот, дамы и господа, благоставляю всех вас, до встречи в эфире, сегодня в 17.00 по киевскому времени, 18 по Москве. Благоставляю всех вас во имя Господне, благоставляю, вот, предстоящий эфир и всех вас. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилуй тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу на веке, слава Богу Святому. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам, шалом, ну и шаббат шалом, а кого не увижу вечером сегодня. Так что благоставляю всех вас во имя Господне, слава Богу. Шалом.